Здравствуйте! Это программа по горячим следам. У нас есть несколько минут на то, чтобы рассказать вам о наиболее любопытных криминальных происшествиях минувшей недели, а также в очередной раз попытаться предостеречь от актуальных для нашего региона криминальных рисков. В июне 21-го года в Иванове было зарегистрировано преступление редкое по своей дерзости и совершенно невероятное по степени наглости. Молодую женщину похитили средь бела дня и несколько часов увозили по городу пьяные бандиты. На днях их приговорили к длительным срокам лишения свободы, а мы напомним, как два года назад разворачивались события с этим похищением. Молодая жительница Иванова утром отвезла ребенка в сад и уже собиралась отправиться на работу. Именно в этот момент на нее напали двое. Мы вышли из детского сада, сели в свою машину, двое сели со мной в машину и уехали со мной. Вот так просто среди бела дня потерпевшую затолкнули в собственную машину и увезли за город. Женщина пропала и обеспокоенные ее исчезновением родственники обратились в полицию. В полицию обратился беспокойный гражданин, который сообщил о том, что его супруга не явилась на работу и в настоящий момент ее местонахождение ему неизвестно. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на данные сообщения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение девушки было установлено, а лица, причастные к ее похищению, были задержаны. Таков был финал этой истории, но найти женщину удалось далеко не сразу. Невменяемо пьяные налетчики вывезли потерпевшую за город. Около пяти часов насмерть напуганную женщину возили по лесам и полям. Они говорят, нам надо, мы сейчас возьмем все, что нам надо, отпустим, не бойся. Я говорю, возьмите все, что хотите, машину. Я уже телефон отдала. Возьмите машину, вы только отпустите меня. Все время, пока женщина находилась в руках похитителей, она пыталась, как могла, обратиться за помощью к окружающим. Мимикой и робкими жестами привлекало внимание водителей и пассажиров соседних машин. Все было тщетно. Сказали давать деньги, телефон, золото, все, что есть. Я все отдала. Ездили по лесам. Долго ездили? Долго. Нет, нет. Около пяти часов. Бандиты угрожали женщине расправы и пугали ее ножом. Вероятно, ставшая жертвой такого вот оголтелого нападения, она мысленно уже прощалась с жизнью. Я оголчала, я слушала. Постоянно узнавала у людей, вы меня не убьете, не убивайте. Мне говорят, это не убийство, мне не убийца. Пьяные налетчики останавливались возле всех продуктовых магазинов. На похищенные у жертвы деньги покупали алкоголь и бесперестанно накачивались спиртным. Чем бы закончилась эта криминальная история, неизвестно, но в какой-то момент родственники похищенной женщины сумели ее найти и освободить. Подоспевший наряд ДПС надел на двух похитителей наручники. Хотели украсть деньги, золото, телефон, похмелиться и автомобиль на ключ. Жаждущие о похмелом бандиты даже не знакомы друг с другом. Они встретились буквально за несколько минут до нападения. Нехитрый до совершеннейшей тупости криминальный план созрел за считанные секунды. Полицейским задержанные рассказали все и сразу. Как угрожали женщине ножом, как отобрали у нее деньги и как потом уезли ее в лес на болото. Вы ее угрожали чем-нибудь? Да, ножом. Может какой? Кухонный? Да, быстро раскладывался. По факту похищения человека и разбойного нападения следственными органами, воле возбуждены уголовные дела. На днях были признаны виновными в совершении этого необычного по дерзости и бессмысленности преступления и отправились в места лишения свободы сроком на 9 и 10 лет. Конфликт, подогретый спиртным, закончился нанесением тяжкого вреда здоровью человека. Сотрудники полиции и гражданина, который избил своего собутыльника, привлекают к уголовной ответственности. И подробности этой криминальной истории смотрите в нашем материале. Житель Иванова был тяжело травмирован и попал в больницу. В обстоятельствах получения им телесных повреждений разбираются специалисты следственных органов полиции, и обстоятельства эти криминальные. В следственном отделе у МВД России по советскому району города Иваново возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе предварительного следствия установлено, что 36-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья фигурант поссорился с одним из собутыльников и в результате словесной перепалки ударил его несколько раз. Избил своего оппонента фигурант весьма и весьма сильно. Потерпевший был доставлен в больницу, где врачи констатировали наличие у него тяжелых травм, относящихся к тяжким телесным повреждениям. От удара потерпевший потерял сознание и упал. Пока очевидцы вызывали на место экстренной службы и пытались оказать медицинскую помощь, фигурант скрылся. Сломанный нос и тяжелая черепно-мозговая травма. Таков итог пьяной дискуссии, завязавшейся между малознакомыми собутыльниками. В компании приятелей они, как оказалось, встретились случайно и до инцидента никогда не встречались. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Советскому району совместно с оперативниками УМВД России по Иванской области и сотрудниками госавтоинспекции задержали подозреваемого на выезде из города. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее задержанный имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Обвиняемый в совершении преступления гражданин уверяет следователя, что потерпевший сам начал конфликт. Мужчина ударил его первым и попал кулаком в лицо. Потом пошли в комнату, он выпил. Начал там грубить, я ему ударил тоже. Он упал. Потом наделся, я ушел. Что касается потерпевшего, то все обстоятельства конфликта он помнит смутно. По собственному признанию он пил спиртное уже четвертый день к ряду. У нас кого-то пошло-то, все такое. У меня завязалась драка. Кто первый ударил? Слушайте, драку я честно не помню. Я уже был пьяный. И после, как я в больнице отказался, тоже смог не помню. Избившийся бутыльника гражданин пытался скрыться от полиции в подмосковном Можайске. Однако его личность оперативники установили очень быстро, и поимка фигуранта стала всего лишь делом времени и техники. Задержали, когда ехал сюда в ванную. То есть вы после вот этой драки куда поехали? Домой. Домой пошел. Ага. Домой пришел, утром проснулся, поехал к другу. В какой населенный пункт? Вожайск. Потом мне сообщили, что он в больнице, говорит, лучше приехать. Ну, я поехал сюда. Все. Сотрудники ГИБДД остановили, потом подъехали в уголовный розыск. Все. Подозреваемый в нанесении тяжких телесных травм собутыльнику помещен под домашний арест. Полицейские предъявили ему обвинение в совершении этого тяжкого преступления. Однако, как это часто бывает в таких случаях, фигурант всю вину пытается спихнуть на того, кого сам и избил. Он начал там опять грубить. Я говорю, не груби, перестань. Он стал опять, что ты хочешь. Я ему стукнул еще раз. И там где, как объяснить, кровать и тумбочка. И он упал, когда я на него снула. К уголовной ответственности за магазинный грабеж привлекаются два жителя Иваново. Молодые люди пытались украсть из магазина самообслуживания спирта, содержащие напитки, но были замечены пожилым охранником. Противостоять он им не смог. Налетчики побили его и с похищенным скрылись, но быстро были задержаны полицией. Это кадры, изъятые сотрудниками полиции с места совершения преступления. Двое парней пытаются совершить кражу. С полки винного прилавка один из попавших в объектив берет спиртное и прячет под одежду. Следователи разбираются в цельсов грабежа, совершенного в одном из магазинов областного центра. В вечернее время в торговую точку вошли двое мужчин. Они некоторое время ходили по залу. Затем один из них сунул под пульку бутылку со спиртным напитком. Кражу спиртных напитков фигуранты пытаются совершить прямо под камерой видеонаблюдения. Не заметить намерений двух посетителей просто невозможно. Сотрудники магазина на действия воров реагируют немедленно и пытаются их задержать. В результате задуманное преступниками кража перерастает в дерзкий грабеж. Зломышники пытались тайно выйти из магазина, но их заметили сотрудники, которые направились за ним. Когда сотрудник магазина догнал одного из грабителей, чтобы вернуть бутылку, второй настиг его из-за спины, а затем ударил в череп. Пока мужчина был дезориентирован от удара, зломышники скрылись. Немолодой охранник выбежал за одним из фигурантов на улицу. Он полагал, что тот один, но ошибся. Напарник гражданина, похитившего коньяк, вышел следом. Неожиданно вмешался в схватку охранника с вором и помешал в задержании. Я сразу пошел за ним. Я его поймал, развернул в магазин. Он стал бутылку доставать. И в этот момент второй как раз говорю-говорю-говорю. Я думал, кто из покупателей. Ну, у нас обычные покупатели-создатели, они всегда нам помогают. И сразу мне раз в полицию, и все. Я сразу, и они побежали. А как он вас ударил? Вот в челюсть кулакон. Следственными органами полиции по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Оперативники в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий быстро вычислили вероятных фигурантов этой криминальной истории. Во время работы сотрудники полиции изучили записи с камеры видеонаблюдения. Личности злоумышленников были установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Говорят, что я с человека зашел, да, тот украл, наверное, я ушел за ним, обвиняют меня, но я ничего не брал. Я не его. А какие обстоятельства вашего похода в магазин вообще? Что там случилось? Мы с ним ехали на машине, он говорит, давай зайдем, купим бутылку коньяка. Хорошо, давай зайдем. Вот, ехали на такси, вот, он зашел, я видел, что он побежал, его остановили, я оттолкнул, вот, ну, людей там, две женщины ругались, вот, ну, что, вор, вор, а вот, я-то не знал, что он что-то украл. Я его поймал вот сзади за куртку, развернул уже в магазин, на выходе, говорит, давай доставай, или оплачивай, или доставай. Он стал доставать, и вот в этот момент второй. Угу, понятно. Вообще заворовали, тот день, одни эти вороги были. Молодой человек, ударивший охранника, отрицает свою причастность к грабежу. Однако на опознании охранник прямо указал на него, как на человека, на него напавшего. В процессе работы с этим фигурантом в магазинной криминальной истории полицейские выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Вы к уголовной ответственности когда-нибудь привлекались? Да, до этого был. А по каким поводам привлекались? У меня была ситуация, это три года назад, вот, у меня чуть отца не зарезали, ну, там у меня 111, 104, ну, часть, вот, я ударил в кадык человека, вот. И он умер, да? Он умер, да. Вот, мне дали 7 лет. На момент совершения преступления оба парня были очень сильно пьяны. Вероятно, все их действия были обусловлены состоянием алкогольного опьянения. Я видал, что его охрана трепет, я оттолкнул, они вышли. Вот, я говорю, ты что-то украл, я уж его потом ругал. Вот. Я говорю, ты украл что-то? Он говорит, да. Я говорю, зачем ты это сделал? Угу. Вот, и за тысячу рублей садился в тюрьму. А вы не трезвый были в момент, когда это происходило? Нет, был пьяный. А он? Сильно пьяный, да? Готовый, да? Из-за этого, вот, наверное, если что он трезвый, то вроде нормальный мужик. А вы не... Иностранца, который управлял автомашиной по подложному удостоверению, выловили сотрудники дорожно-патрульной службы. Этот человек нарушил, грубо нарушил правила дорожного движения, после чего был остановлен полицейскими. Водительское удостоверение, которое он предъявил, оказалось фальшивым. И, как выяснилось, купил он его у себя на родине, куда, вероятно, в ближайшее время и будет выдворен с территории России. Гражданин Азербайджана ездил по территории России на автомобиле по отдельному водительскому удостоверению. Факт этот был выявлен сотрудниками ДПС после того, как патрульные остановили водителя «Газели», грубо нарушившего правила дорожного движения. Полицейским завершено расследование уголовного дела, возбужденное по факту предъявления поддельного документа. Подозреваемый в приобретении фальшивки гражданин Азербайджана был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения при совершении обгона в неположенном месте. Во время проверки документов полицейские обратили внимание на то, что дата рождения в водительских правах и в паспорте мужчины отличается на один год. Это вызвало подозрения в подлинности его документов, и мужчина был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Будительные полицейские, обратившие внимание на несостыковки в документах задержанного, права у фигуранта изъяли, как вызывающие сомнения в его подлинности. Эксперты-криминалисты тщательно изучили документ, который предъявил полицейским иностранец, и пришли к вполне определенным выводам. В ходе последующей проверки подозрения полицейских подтвердились. После проведения судебной экспертизы выяснилось, что права изготовлены нелегально. На вопросы правоохранителей мужчина пояснил, что документ приобретал в январе 2023 года, когда находился на родине. За поддельное удостоверение он заплатил 1000 монад. Это около 50 тысяч рублей. Как долго катался по стране иностранец, который вообще не имеет права садиться за руль автомобиля, полицейские выясняют. Что же касается самого обладателя фальшивых прав, то в отношении него будут применены меры воздействия административного и уголовного правового характера с последующими решениями по линии миграции. В отношении мужчин был составлен административный протокол по статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, сведения о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности были направлены в управление по вопросам миграции. Четыре года колонии-поселения. Такое наказание назначил суд женщине, в войне которой погиб 19-летний житель Лежневского района. Случилось это в первый день этого года. За сев молодого, еще только начинавшего свой взрослый жизненный путь парня, сбила автомашиной пьяная женщина-водитель. 1 января 2023 года около 7 часов 30 минут утра на 40-м километре автодороги Лежнева-Савина-Воскресенская 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем иностранного производства, совершила наезд на двух пешеходов, ушедших по обочине в попутном ей направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 19-летний парень, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а другой пешеход, 18-летняя девушка, получила травмы, относящиеся к категории средней степени тяжести, вреда здоровью. Мама погибшего парня до сих пор не может выйти из состояния шока. Ее сын не дожил до своего 20-летия ровно неделю. Погибший под колесами автомашины Вячеслав Мулыгин только закончил учебу в колледже и получил водительское удостоверение. Он собирался жить, но судьба и пьяная женщина-водитель распорядились иначе. 1 января у меня разбудил звонок телефона. Мне сообщили, что Слава забил машину. Естественно, я подумала, что ну как бы пил машину. Какие-то повреждения, может быть, сейчас на скорой поедем в больницу, все будет нормально. Я как-то не думала, что такой исход. Конечно же, я собралась и поехала на место происшествия. Там уже я увидела, что мой сын погиб, что его сбило насмерть. И, естественно, была истерика. Ну, дальше все как бы в смутном каком-то сне, в кошмаре, в аду происходило. Все очень плохо помню в тот момент. Все как бы в тумане выходили, похороны. В день своей гибели, по свидетельству родственников, Вячеслав был абсолютно счастлив. Он встретил девушку, которая ему нравилась, из которой давно и в силу обстоятельств не виделся. Они вместе встречали Новый год и под утро возвращались домой. Бабушка, ты знаешь, я давно не встречала девочку эту. Вот это они как-то разъехались, она в Коврове училась. А она себе в Иванове. Бабушка, я встретила вот Катю. Бабушка, это вообще для меня прям как-то мы... Ну, она хорошая была, вот, Чегутин девочка, хорошая, нормальная. Бабушку, я ее вот только провожу до дома, и я приду. Ты не переживай, ложись, спи. Я приду, я приду, все хорошо, не волнуйся. Потому что по голосу он был, вот, знаете, вот он, он сиял. Я говорю, ладно, сынок, все, я поняла, все, все. Я постельку разобрала ему, все, приготовила, легла. Девушка, о которой говорил Вячеслав, тоже пострадала в этом ДТП. Она была сбита пьяной женщиной и с травмами средней тяжести доставлена в больницу. По уголовному делу она проходила, как потерпевший свидетель. Прошли несколько метров, я оборачиваюсь опять, уже вижу, как машина съезжает на обочину, движется прямо на нас. Мы, ну, я откликнула Славу, говорю, то, что там машина. Вот. И потом я отошла ближе к этому, к снежному накату. И получилось так, что он не успел отойти. Меня задело забивать нас в машину, меня задело его на смерть. Я потеряла сознание от этого. Потом очнулась, и там помогли мне какие-то прохожие встать. Я сначала не поняла, что случилось. Вот. Потом, когда встала, пошла вперед, увидела Славу, и просто истерика началась. По факту гибели молодого человека в ДТП следственными органами полиции было немедленно возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские столкнулись с категорическим нежеланием предполагаемой виновницы смертельной аварии признавать свою вину. Женщина, как могла, пыталась затянуть и запутать следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту А, части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия по данному уголовному делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий. Проведены очные ставки, проведено 7 различных экспертиз, осмотрены предметы, которые признаны вещественными доказательствами по расследуемому уголовному делу. Допрошено более 20 свидетелей, работа с которыми осложнялась тем, что все произошло в новогоднюю ночь, и они не помнили обстоятельства произошедшего преступления. Несмотря на позицию фигурантки, предварительным следствием собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления виновному лицу обвинений и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Суд рассмотрел представленное следственными органами полиции уголовное дело. На основе доказательств, добытых и задокументированных правоохранителями, вынес решение о виновности женщины-водителя в гибели 19-летнего парня. Приговор – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор еще пока не вступил в законную силу. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин